Северная Корея, лидеру которой Ким Чен Ыну послезавтра исполнится 33 года, подходит к дате, объявив об успешном испытании водородной бомбы. Оружие намного более мощного, чем атомное. Его Пхеньян уже испытывал ранее, вместе с нервами мирового сообщества. Но что было сегодня, похоже, еще только предстоит разобраться. Среди тех, кто занимался этим весь день, и мой коллега Павел Матвеев. О том, что у КНДР появилась водородная бомба еще в декабре, посещая очередной оружейный завод, объявил лидер страны Ким Чен Ын. То, что говорят в Пхеньяне, мир давно делит на 20, поскольку это часто неправда. Но вот прошел месяц, и диктор северкорейского ЦТ появилась на экранах с восторженным сообщением. Сегодня в 10 часов утра Северная Корея успешно провела первое испытание водородной бомбы. Как ответственная ядерная держава, мы не будем применять такое оружие первыми и используем его только для защиты своего суверенитета. Приказ «испытать» дал лично Ким Чен Ын. В доказательство предъявлена его резолюция. К тому же, сейсмологи подтверждают, в районе корейского ядерного полигона они зафиксировали землетрясение, которого никак не прогнозировали. По данным японского метеорологического агентства, это землетрясение неестественного происхождения. Основываясь на предыдущих случаях подобного рода, мы можем допустить, что Северная Корея действительно провела испытание. Другой вопрос, что именно взорвали корейцы. Ядерные испытания они, нарываясь на санкции ООН, проводили уже трижды. Но одно дело — совершенствование ядерных бомб, другое — появление термоядерных, они же водородные. У многих экспертов насчет последнего есть большие сомнения. Я могу из опыта своей работы предполагать, что все-таки это был ядерный обычный взрыв, так называемым термоядерным усилением. Когда взрыв атомной бомбы привозит к сжатию некоего количества легких веществ, а именно третий, с выделением термоядерной энергии. Но это не полномасштабная бомба. И у меня вообще тихое подозрение. Все, что взрывают корейцы, это не бомбы, а устройства. К тому, что у КНДР все-таки нет водородной бомбы, склоняются практически все эксперты, включая самых заинтересованных из южнокорейской разведки. Получается, Пхеньян опять обманул. Но зачем? Речь идет о желании северокорейских ученых, политической элиты, преувеличить свои возможности в области ядерного сдерживания. Задача, на мой взгляд, в КНДР сегодня ставится, де-факто быть признанным ядерным государством, как это имеет место в отношении Индии, Пакистана и отчасти Израиля. Логика понятна. С ядерным государством в мире говорят более почтительно. Пока же Пхеньян заработал лишь лавину критики в свой адрес. Резко осудил испытания даже Китай, чьи связи с Пхеньяном традиционно тесны. Настойчиво призываем КНДР выполнять свои обещания по ядерному нераспространению и прекратить делать то, что ухудшает ситуацию на полуострове. Правительство Китая решительно против ядерных испытаний КНДР. В том же духе и практически слово в слово в течение дня высказывались Москва и Вашингтон, Сеул и Токио. Все организации, отвечающие за контроль над ядерным оружием, черту ближе к вечеру подвел Генсек ООН. Это ядерное испытание, очередное нарушение многочисленных резолюций ООН и требований международного сообщества. Я безоговорочно осуждаю его. Призываю КНДР прекратить любую дальнейшую ядерную активность и выполнять свои обязательства. Поведение Пхеньяна теперь будет обсуждать совбез ООН и, возможно, КНДР ждут новые санкции. Ну а остальные, может быть, все-таки узнают точно, что же там взорвал Ким Чен Ын. Павел Матвеев, Григорий Емельянов, Сергей Валетов, Первый канал.